Эту тему более подробно с Дмитрием Левусем обсудим, политолог-международник, эксперт Центра Объединенная Украина. Дмитрий, рад приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разбираться в этой теме более подробно. Ведь Синь Цзиньпинь, если я не ошибаюсь, еще в прошлом году на встрече с Байденом озвучивал позицию по Тайваню, сказал рано или поздно, но Тайвань будет китайским. Я могу недословно, понятное дело, говорить, но смысл был такой. Как вы считаете, насколько данные учения могут быть подготовкой к возможным боевым действиям? Если говорить о китайской позиции, о позиции Китайской Народной Республики, то она всегда была одинакова. Она никогда не менялась. Однозначно, Тайвань воспринимается не как республика Китай, которая, в общем, часть Китая, которая потерпела поражение в гражданской войне. И до начала 70-х годов, кстати, именно Тайвань занимал место в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности ООН только, скажем так, определенные действия Соединенных Штатов Америки привели к тому, что КНР теперь занял потом тогда это место. То есть и попытки вооруженным путем добиться уничтожения Республики на Тайване, конечно, тоже имели место, но это было сразу после окончания Китая гражданской войны, после 49-го года. И регулярные военные столкновения в проливе и авиационные действия, то есть они всегда были. И позиция, в общем-то, достаточно четка в этом плане. Иногда возникали варианты по поводу возможного пути, по поводу сближения без воен, не военным путем, а просто поглощения Китая. Кстати сказать, на Тайване тоже есть определенные силы, например, то есть партия Гаминьдан, благодаря которой, в общем-то, Тайвань состоялся. Тем не менее, она сейчас все-таки достаточно дружественно к НР настроена. Вот. И поэтому, да, я думаю, что с такой точки зрения логики, на самом деле, и поскольку все-таки Китай достаточно сильно зависит от мира, и где-то это... А война, она однозначно приведет к тому, что распадутся установленные экономические связи, это уже было, очевидно, несколько, вот где-то около года, двух лет назад, когда были такие обострения, то, да, казалось бы, эта операция невозможна. Но с точки зрения того, что в Китае все-таки у власти находятся, пусть и своеобразные, но коммунисты, то любое вот такое обострение, оно может где-то и выйти где-то из-под контроля и привести к тому, что может начаться и большая война, а соблазн решить все быстро военным путем, он велик. Но, по счастью, наверное, все-таки этот вариант сейчас рассматривается как маловероятный в Пекине. Также, в свою очередь, насколько я понимаю, Тайвань, он богат производством, богат технологиями и так далее. Неужто Китаю, а именно Си Цзиньпиню, выгоден разрушенный Тайвань? Я сразу наперед говорю, проводя параллели с российско-украинской войной, где Российская Федерация просто все уничтожает и стирает все города с лица земли. Как может развиваться ситуация в рамках Китая и Тайваня, если до этого пойдет? Потому что некоторые СМИ, в свою очередь BBC News, писали о том, что Си Цзиньпинь может вторгнуться в Тайвань уже в начале июня. Да. Но, кстати сказать, сейчас действительно угроза вторжения даже выше, чем было несколько месяцев назад, когда об этом говорили. Потому что сейчас, кстати, вот эти конкретные сроки, они начали, их называют более устойчиво, говорят об этом. Я думаю, что, да, конечно же, Китай более заинтересован в том, чтобы по мирным путем захватить Тайвань. И, кстати сказать, в этом направлении ведется работа. Например, острова, которые находятся под контролем Тайваня вблизи уже побережья непосредственно материковой Китая. Вот они там удержали их с 50-х годов. И сейчас там такие курортные зоны. Вот там население достаточно четко, в общем-то, ориентируется на Большой Китай. То есть там есть такие настроения в определенном плане. И, естественно, наверное, вот это в определенном образом где-то убеждает Пекин в том, что можно добиться политическим путем. И поглощение, тем более, что есть перед лицом опыт интеграции Гонконга и Макао. Опыт интеграции Гонконга, который был, в общем-то, всегда абсолютно такой частичкой Запада и до 97-го года, и где были определенные договоренности вот по поводу этого поглощения, он, конечно же, тоже, наверное, вдохновляет. И, кстати сказать, на примере Гонконга видно, каким образом потом происходят внутренние изменения. Пусть достаточно долго, но постепенно отменяются все свободы. Мы видим, какие столкновения. Поэтому, естественно, что Тайвань был бы интереснее именно таким путем, поскольку есть огромная производственная база, которая просто необходима тоже. Но я думаю, что тут может начинать работать уже и другая логика, потому что все-таки вот это стремление к реинтеграции всего Китая и где-то минутка славы для того, чтобы войти в историю именно таким образом, она иногда, наверное, может и где-то такой реализм и здравый смысл где-то и отменить у китайских лидеров. Ну, тут сложно сказать, как на самом деле все будет происходить. Пока что Китай в прошлый еще кризис, да, оказалось, что, ну, во-первых, Китайская Народная Республика на примере Российской Федерации, которая по всем расчетам КНР и многих в мире должна была три дня разгромить Украину и захватить ее, и оказалось, что этого нет, то есть это где-то в определенном образом повлияло и на сам Китай, да, то есть посмотреть на свои вооруженные силы и на свои возможности, есть ли они такие или нет. Опять же, оказалось, что решимость Запада поддерживать Украину выше, и, соответственно, в этом контексте и поддержка США Тайваня тоже может оказаться выше, чем об этом думалось, да, то есть оказалось, что Китай несколько более зависим от мировых рынков и, тем более, от финансов мировых, чем тоже это предполагалось раньше. А конфликт с, открытый конфликт с Тайванем, естественно, приведет к тому, что это, ну, все эти связи прервутся. То есть, поэтому с такой, поэтому может быть, да, конечно же, что вот это то, что сейчас влияет, но само по себе вот беспрецедентные сейчас вот эти учения, которые проводятся, это говорит о том, что решительность такая Китая возрастает и, возможно, что, ну, скажем так, возможно, что это начало такого давления в рамках все-таки гибридной операции. Это тоже можно допустить. Еще важный момент. Как сейчас на этом может сыграть и российская пропаганда, понимая, что они абсолютно из каждого конфликта, из каждой военизированной, так сказать, ситуации переворачивают все, обвиняя тех, кто по факту становится жертвой? А тут, знаете, знаете, тоже показательный момент, что Россия, ну, во-первых, она может даже где-то и подталкивать, провоцировать Китай вот к таким силовым действиям в виде таких этих учений больших, либо в виде даже нападения. Ну, не стоит преувеличивать, наверное, ее влияние России, тем более на Китай. Вот, но, тем не менее, даже с пропагандистской точки зрения, это то, что может быть. Почему? Потому что Россия заинтересована в возникновении как можно больше вот таких очагов напряженности. Да, тогда это отвлекает внимание от войны в Украине, которую Россия ведет. Это РЭС, да, ну, может распорошить помощь, которая так бы направлялась Украине, а тут она может пойти в другое место, и внимание Соединенных Штатов, ну, точно будет привлечено туда. Это очевидно. Поэтому, естественно, что российская пропаганда будет указывать на то, что вот на правоту Китая в противостоянии именно с Западом, да. То есть Россия все больше уходит в эту сторону, и да, и будут, естественно, звучать обвинения именно в сторону Запада. Учитывая то, что картина мира в этом контексте для КНР и РФ очень похожа, то она с благодарностью будет ретранслироваться в том числе на глобальный юг. То есть, вот, я думаю, что тут такой очень, такой видимый симбиоз российской и китайской пропаганды мы можем увидеть. Ну, и в свою очередь, также не стоит недооценивать и китайскую армию, ведь китайская армия крупнейшая в мире, и это не гарантирует ей победу при возможном нападении на Тайвань, об этом пишет Блумберг. И, по мнению аналитиков, Пекин беспокоится из-за своих военных возможностей, и после вторжения России в Украину это беспокойство только возросло. Многие эксперты из Китая и США также сомневаются, что в случае вооруженного конфликта армия КНР сумеет добиться успеха. Среди ее основных проблем называют отсутствие опыта у призывников, проблемы с логистикой и координацией, а также коррупцию и партийную бюрократию. И тут возникает вопрос, ведь как здесь может поступить и Соединенные Штаты Америки? Может ли в целом возможное, подчеркну, нападение на Тайвань со стороны КНР каким-то образом развязать еще войну и с Соединенными Штатами Америки? И, учитывая тот факт и неоднозначный ответ Байдена на вопрос о возможном нападении со стороны КНР на Китай, что будет защита и будет отстаивание демократии. Как тогда может здесь пойти в сценарий далее? Ну тут на самом деле действительно сложно что-то предполагать. Почему? Потому что мы видим, что все-таки администрация США стремится к тому, чтобы не было большой эскалации. И в этой связи всегда оказываешься тем, кто реагирует и принимаешь решение. Или же соответствующим образом реагировать, или не идти на это. И поэтому тут все-таки, несмотря на заявление, я думаю, что предположить реальные действия достаточно сложно. Тем более, что все-таки КНР это ядерная страна. И тут этот момент все время будет однозначно учитываться. Все-таки лично я думаю, что, наверное, все-таки США тут будут гораздо более решительны в плане не бояться эскалации, чем в отношении России часто. Потому что, во-первых, мы уже видели такую решимость со стороны американских чиновников отношений и визитов на Тайвань в момент угрозы. Мы уже видели и, в общем-то, знаем, есть определенная поддержка, которая такая, она и неформальная, и, условно говоря, формальная, которая есть. Поэтому я думаю, что тут, да, реакция может быть достаточно жесткой, но тут для этого все-таки я не думаю, что она будет быстро жесткая. То есть для этого все равно должны произойти какие-то события. И Китай здесь все равно будет делать первый ход. Американские чиновники считают, что коррупция в ракетных войсках и во всей оборонной промышленной базе КНР настолько масштабная, что страна вряд ли будет способна на эффективные военные действия в ближайшие годы. Среди примеров приводят то, что были даже случаи заправки ракет водой вместо топлива.